Hyundai Accent вернулся. С такими заголовками вышли многие средства массовой информации, но не российские, а казахстанские. Там под именем Accent продавался Solaris российской сборки. И так производство модели на алматинской площадке Hyundai Trans Kazakhstan действительно возобновилось, и автомобили из первой товарной партии успели разойтись по местным автосалонам. При этом комплектующие для сборки завод собирал практически по всему миру. Так компоненты приходят из Китая, Индии, Кореи и России. Пока выпускается единственная версия бестселлера со 123-сильным мотором и 6-диапазонным автоматом. В списке оснащения значится базовый набор вспомогательной электроники, фронтальные подушки безопасности, подогрев передних кресел, а также кондиционер. Штатная медиасистема оснащена 5-дюймовым экраном. Рекомендованная стоимость такой машины составляет 9 миллионов 900 тысяч тенге или 1 миллион 360 тысяч российских рублей. Думается, при такой цене казахстанский акцент пользовался бы успехом и в России. Напомним, что петербургский завод, где делали солярисы, остановился 1 марта этого года из-за логистических трудностей. С тех пор компания продлевает сроки простоя, а осенью появились слухи, будто корейское руководство готовится продать этот актив. Однако позиция боссов Хёнда, видимо, остается выжидательной. Во всяком случае, в российском офисе журналистам сообщили, что режим простоя продлен до конца этого года. И это на самом деле неплохой знак, ведь простой точно лучше закрытия. И продолжая тему остановленных заводов. Напомним, в июне из-за антироссийских санкций финская шинная компания Nokian Tires решила покинуть российский рынок. И поэтому завод во Всеволожске решили продать нефтяной компании Татнефть. Сейчас сделка в завершающей стадии. Уже поданы соответствующие ходатайства для рассмотрения федеральной антимонопольной службой. По прогнозам, чтобы перезапустить производство, Татнефть потребуется от 4 до 6 месяцев. Предполагается, что делать покрышки будут уже под новым брендом. Как пишет ТАСС, выступающий оператором завода юрлицо ООО Nokian Tires, подало заявки на новые торговые марки и товарные знаки. Это Тростен, Иконан и Икон. Соответственно, для шин могут использоваться любые из этих наименований. Либо все вместе. Финны продавали покрышки под двумя брендами, Nokian и Nordman. Субтитры создавал DimaTorzok